Владельцы небольшой автомастерской сказочно разбогатели с помощью обычных гвоздей. Как им это удалось, узнаем из обзора на фильм «Автосервис». В небольшом корейском городке живет супружеская пара Дже Гун и Сон Йен. У них есть маленький автосервис, однако там почти не бывает клиентов. В один из дней Дже Гун отправляется в крупную строительную компанию и требует ее владельца компенсацию за мусор, который постоянно разбрасывают проезжающие мимо грузовики. Мужчина случайно сбивает с ног его ребенка, и за это его тут же забирают охранники. В полицейском участке Дже Гу ругают за хулиганство. Один из копов рассказывает нашему герою слухи о том, что его тесть собирается продать магазин, который арендует у него Дже Гу для своего бизнеса. А значит, их семья окажется на грани бедности. Возвращаясь домой, Дже Гу видит на обочине сломанный грузовик. Появляется водитель и признается, что хочет отправить его на свалку. Дже Гу отвечает, что на этом грузовике можно ездить еще несколько лет. Нужно всего лишь заменить клапан. В это время Сон Йен делает куклы ручной работы и с грустью смотрит по телевизору рекламу модных платьев. Дже Гу возвращается домой, ругается с женой и уходит прогуляться. В местном продуктовом магазине мужчина хочет купить пиво, однако у него не хватает денег. Дже Гу садится за столик возле магазина, и внезапно маленькая девочка приносит ему банку пива. Оказывается, это внучка хозяйки магазина. Когда-то он отвозил эту малышку в школу. Бабушка запомнила его доброту и захотела отблагодарить бедного мужчину. Дже Гу делает первый глоток пива. Однако кто-то тут же выбивает банку из его рук. Перед ним стоит глава ассоциации автосервисов, господин Мун, вместе со своими помощниками. Они избивают Дже Гу за совет, который тот дал человеку с грузовиком. Оказывается, господин Мун хотел одурачить наивного водителя и отобрать у него якобы неисправный грузовик. А Дже Гу испортил его хитрый план. Чуть позже мы узнаем, что господин Мун тайно влюблен в Сон Йон и поэтому так сильно ненавидит ее мужа. Через несколько дней Сон Йон навещает свою семью одна. Чуть позже к дому подходит Дже Гу и слышит, как родители его жены унижают его и называют неудачником. Обидевшись, он тут же уезжает обратно и по пути домой роняет купленный торт, после чего со злостью его пинает. В этот момент Дже Гу замечает, что посреди дороги остановился белый автомобиль. У него спустило колесо из-за прокола и наш герой среди ночи заменяет пробитую шину. Мужчина объясняет водителю, что проезжающие мимо строительные грузовики постоянно сбрасывают различный мусор. Из-за того, что уже очень поздно, Дже Гу просит повышенную плату за свою работу. У водителя нет выбора и он соглашается. Дже Гу очень доволен и выходит на дорогу, чтобы проверить, не валяется ли на ней еще какой-то мусор. Он находит несколько острых кусков металла и в этот момент домой возвращается Сон Йон. Они опять начинают ссориться. И чтобы уладить конфликт, Дже Гу хвастается заработанными деньгами. Ночью мужчина обдумывает все, что с ним сегодня случилось и идет на дорогу, чтобы разбросать по ней множество различного мусора. Безумный и очень опасный план, однако он срабатывает. Сон Йон будит мужа с криками о том, что в их автосервисе появился клиент. Это местный комиссар и у него тоже проколота шина. Дже Гу быстро меняет шину и продает мужчине запасное колесо. В этот раз он не требует за свои услуги слишком много денег. Но довольный комиссар платит за ремонт даже больше, чем требовалось. Сон Йон очень радуется и спешит готовить мужу вкусный обед. Дже Гу ждет новых клиентов, однако все машины проезжают мимо его мастерской. Мужчину это очень удивляет, и он снова выходит на дорогу. Однако там уже нет разбросанного мусора. Дже Гу видит, как проезжающие мимо строительные грузовики сталкивают мусор на обочину своими огромными колесами. Мужчина очень сердится, но не собирается сдаваться. До самой ночи он сидит у себя в автосервисе и мастерит множество острых железных кусков. Когда Сон Йон засыпает, он тихо выходит на дорогу и разбрасывает их по всей дороге. Однако внезапно за его спиной кто-то появляется. Это Сон Йон. Женщине очень не нравится опасная затея ее мужа, ведь из-за этого может произойти серьезная авария. Более того, за такой поступок Дже Гу могут посадить в тюрьму. Мужчина оправдывается тем, что по этой дороге ездят только богачи и туристы, с которых не стыдно брать деньги. Кроме того, он хочет собрать денег, чтобы выкупить магазин у своего тестя. Немного подумав, Сон Йон соглашается стать его соучастницей. День за днем в автосервисе Дже Гу появляются новые клиенты с пробитыми шинами. Мужчина с гордостью хвастается жене целыми пачками заработанных денег. Сон Йон очень радуется, что они наконец-то могут позволить себе хорошую еду. В один из дней по этой дороге проезжает машина с красивой, богатой женщиной за рулем. Это Юри, жена владельца строительной компании. Того самого, который когда-то прогнал Дже Гу и отказал ему в компенсации. Машина Юри наезжает на острый кусок металла, и женщина чудом не врезается в столб на обочине. Она видит неподалеку автосервис Дже Гу и просит поменять шину. Пока мужчина занят работой, его жена пытается то угостить Юри напитком, то завести с ней дружескую беседу. Однако эта женщина относится к Сон Йон пренебрежительно из-за ее низкого социального статуса. Юри видит самодельных кукол Сон Йон и узнает, что они стоят очень дешево, всего лишь 5 вон. Тогда из жалости богатая красавица покупает у нее одну из кукол за целых 10 тысяч вон. Сон Йон чувствует себя совершенно униженной. Дже Гу требует у красивой богачки огромную сумму за две шины. Юри возмущается, однако все же достает из багажника пачку денег и отчитывает нужную сумму. После чего еще раз унижает семейную пару и уезжает прочь. Сон Йон очень завидует самовлюбленной Юри и мечтает стать такой же богатой, поэтому активно поддерживает опасную аферу своего мужа. Приносит ему напитки и даже держит по ночам фонарик, пока Дже Гу разбрасывает по дороге новые куски металла. Более того, она предлагает мужу прибить куски металла прямо к дороге, чтобы не возвращаться сюда каждую ночь. Для этого нужно взять очень длинные гвозди. Внезапно на дороге появляется полицейская машина, и наши герои в панике прячут следы своего преступления. Следователь интересуется, что они делают на дороге среди ночи, и семейная пара врет, что Дже Гу потерял здесь бумажник. К счастью, полицейский не замечает ничего подозрительного. На следующий день в автосервисе нет клиентов, так как ночью наши герои убрали с дороги весь мусор. Пользуясь случаем, Дже Гу отправляется в магазин за своим любимым пивом и катает внучку продавщицы на своем скутере. А Сон Йон впервые за много лет приходит в салон красоты и делает себе красивую прическу. До господина Муна доходят слухи о том, что у Дже Гу и Сон Йон неожиданно появилось много денег, и ему это кажется очень подозрительным. Ночью наша хитрая семейная пара снова выходит на дорогу. На этот раз они берут с собой дрель и молоток и надежно приколачивают несколько гвоздей к асфальту. В этот же момент к дому госпожи Юри подъезжает полицейская машина. Оказывается, кто-то похитил ее маленькую дочь. Детективы спрашивают женщину, есть ли у нее враги. Юри роется в своей сумке и находит там куклу, купленную ранее у Сон Йон. В участке один из полицейских вспоминает, что видел Дже Гу с женой среди ночи на дороге. Кроме того, у мужчины в последнее время подозрительно много денег. Дже Гу и Сон Йон об этом не знают и весело болтают о том, что нужно купить сейф для хранения денег, а еще 10 новых платьев. Поздним вечером мужчину хватают посреди дороги и арестовывают. В участке Дже Гу показывают фото пропавшей девочки и требуют во всем сознаться. В его доме и магазине проводят обыски. Приезжает отец Сон Йон и вместо поддержки ругает свою дочь за то, что она вышла замуж за неудачника. Не найдя никаких улик, полиция отпускает Дже Гу домой. Проснувшись утром, мужчина тут же берет свои инструменты и продолжает свою незаконную работу, несмотря на просьбы жены не рисковать и взять хотя бы небольшой перерыв. Узнав о последних событиях, господин Мун решает проследить за Дже Гу и просит своего брата полицейского ему в этом помочь. Они по очереди наблюдают за парой, надеясь найти что-то подозрительное. И вот ночью господин Мун видит, что Сон Йон выходит на дорогу и что-то там старательно сверлит дрелью. Когда женщина уходит, он замечает приколоченный гвоздь и понимает, откуда у этой пары так много клиентов. Дже Гу и Сон Йон не знают о том, что их раскрыли, и спокойно наслаждаются хорошей едой в местном кафе. В один из дней пожилая пара едет в больницу, и на дороге у них спускает колесо. Прямо возле автосервиса Дже Гу. Пока мужчина меняет пробитую шину, Сон Йон идет за продуктами и встречает господина Муна. Он заявляет, что видел ее ночью на дороге и знает, чем она там занималась. Мужчина просит Сон Йон прийти к нему одной, и тогда он обещает сохранить их тайну. Ночью Дже Гу и Сон Йон страдают от бессонницы. Женщина спрашивает мужа, что будет, если кто-то узнает об их афере. Он отвечает, что как-то решит эту проблему. На следующий день Сон Йон принимает тяжелое решение и направляется к господину Муну. Получив все, чего он хочет, мужчина просит своего брата полицейского больше не следить за этой семьей. Сон Йон грустит и страдает из-за своего поступка. Чтобы поднять себе настроение, она соглашается пройтись по магазинам с подругами. Женщина возвращается домой очень поздно. У нее новое платье, новая прическа и куча пакетов с покупками. Дже Гу жалуется на отсутствие ужина, но Сон Йон игнорирует мужа и полночи проводит в душе, после чего горько плачет и снова не может уснуть. Проходит какое-то время. В один из дней возле автосервиса происходит авария и машина вылетает на обочину. Дже Гу бежит на дорогу, чтобы вытащить прибитые гвозди и видит, что из машины выходит перепуганный человек в очках. Заметив Дже Гу, водитель тут же бросается прочь, словно в чем-то виноват. Дже Гу подходит к машине и находит внутри похищенную девочку. На место аварии тут же приезжают репортеры. У Дже Гу берут интервью и называют его настоящим героем. Теперь отец Сон Йон уже не считает своего зятя неудачником, а наоборот, хвалит его и говорит, что очень его любит. За спасение ребенка Дже Гу получает большую денежную награду и выкупает магазин своего тестя. Мужчина также приобретает дорогой автомобиль и много новых нарядов для своей жены. На их автосервисе появляется яркая электрическая вывеска. Днем они катаются на своей новой машине, а по вечерам ужинают в лучших ресторанах города и чувствуют себя настоящими счастливчиками. В один из таких беззаботных дней Дже Гу в модном деловом костюме пьет свое любимое пиво возле местного магазина и внезапно замечает полицейскую машину. Оказывается, на дороге произошла авария. Испуганный Дже Гу едет в больницу и узнает, что именно его гвозди стали причиной этой аварии. Возле больницы его находит господин Мун и заявляет, что все знает о его преступлении. Дже Гу едет домой со слезами на глазах. Сон Йон в это время стоит на дороге и забивает новые гвозди. Увидев это, Дже Гу долго ей сигналит, а потом врывается в дом и начинает рвать все спрятанные там деньги. Сон Йон кричит и пытается остановить безумного мужа. Между ними завязывается драка и рыдая, женщина признается мужу, как именно она расплачивалась за молчание господина Муна. Тогда Дже Гу возвращается на дорогу, чтобы убрать с нее все гвозди. Однако они так хорошо прибиты, что их невозможно сдвинуть с места. На следующее утро, пока Сон Йон делает себе макияж, Дже Гу одалживает грузовик и едет по дороге, надеясь, что с помощью такого большого веса он сможет согнуть эти гвозди. И они больше никому не принесут вреда. Как думаете, колеса грузовика смогли согнуть гвозди? Или же колеса пробились и на грузовике? Подписывайтесь на канал и не нарушайте закон. Увидимся!